Такая обстановочка. Так, какие у меня обновления. Появился транс на 100 вольт, но он слабенький и греется сильно. 48 ватт, но и того меньше на самом деле. Трубу поставил на поролон. Видите, заряжается. Вторая труба переехала на кухню. Вот и да. Bluetooth включился сам. А тут и выключилось. Так, что еще новое? Новый аккумулятор 17 Ач. Это все спасибо моему другу Андрюхе. Подогнал мне. Тут трубу, что на кухне, он помог не подшаманить. Точнее, да. Так, еще новый вот такой вот музыкальный центр. И не один. Есть еще вот этот вот. У предыдущего хозяина он получил удар с кулака очень сильный. Это у нас Виктор. Виктор. От него у меня колонки. Так, вот сейчас покажу колоночку. Вот такая вот колоночка. Сломал. Опять сломал. Что ты будешь делать? Ладно, заклею. Так, а сломал вот эту вот стойку. Ладно, заклею потом. Такая вот двухполосная колоночка с ВАЗ-инвертором. Кстати, от нее ламповый усилитель хорошо играет. Вот этот вот лампарик что-то есть. Вот он с ней хорошо играет. Вот. С парой этих колонок. Видео на канале у меня есть, где я включаю это все дело. Так. Оп. Что ты? Лучше бы я другую взял. Так. И вот такой музыкальный центр Айва. 520 модель. Вот. Тоже подогнал Андрюха. Андрюха у него восстановил кассетные деки. То есть можно послушать не только радио и AUX, но и кассетные деки. Что у нас здесь на борту? У нас здесь подключение акустики сзади. Подключение дополнительных су-раундов и выход на сабвуфер активный. Линейный вход с регулированием чувствительности. антенные входы под АМ, вернее под ФМ. И под короткие волны. В этом центре есть короткие волны. Будет интересно их проверить. А блин. Виктор у нас 100 вольтовый. Ну, судьба у него сложная. Он немножко отремонтирован. У него отремонтировали только радио. Потому что вот эта вот отъездная панель, она теперь не ездит. Так-то у него и CD работали и мини-диски. Но получил пизды хороших. Вот так вот. Чё моя зверь буга? Я мой такой пушистый, да? Пушистый. Субтитры Adventure 2 Продолжение следует...